Приходите, заходите на румяные блины. Нынче масляная неделя. Будьте счастливы, как мы. Есть до икоты, пить до перхоты, петь до надсады, плясать до упаду. Эта пословица отражает характер праздника, после которого наступает Великий пост. В посёлке Заветном провожают масленицу с размахом. Главный атрибут – блинная ярмарка. Здесь собраны кулинарные шедевры по принципу «кто на что гораст». Причём в роли пекарей и продавцов выступают местные школьники. Настя Симоненкова и Лилия Наян говорят, что им это очень нравится. Вот это вот, например, блюдо Лилина. Там ветчина и что-то ещё, я не помню уже. Мы их наделали, чтобы продавать и чтобы проводить зиму. Мне кажется, что в блины, как круглое солнце яркое, которое будет светить и прогонять зиму, и встречать весну. Красочные проводы масленицы – давняя традиция посёлка. Сценарий составляет отдел культуры, так чтобы всем творческим коллективам и рядовым гражданам удалось показать себя. Немножко девчата программу увеличивают и что-то придумывают своё новое. Тут же вот, посмотрите, из Комарохи к нам приехали в гости, с Приречки, тоже хорошо, сценарий хороший, с детьми. На импровизированной сцене выступали творческие коллективы с песнями, плясками и традиционными масленичными потешками. Для любителей народных забав была оборудована целая площадка. Ребятишки дрались мешками, стоя на бревне, перетягивали канат, а самым ловким удалось взобраться на масленичный столб и снять приз. Бесплатная солдатская каша – ещё один приятный атрибут праздника. Жители посёлка говорят, что масленица удалась на славу. Всё поели, всё перепробовали, очень классно, вкусно. Мы уже везде побывали, а теперь вот ребёнку решили покушать взять, чтобы дальше веселиться. Я перетягивала канат, но наша команда не победила. Нас перетянули мальчики. Там был один сильный мальчик, и он очень хорошо тянул канат. С таким настроением как не пуститься в пляс. Праздничные мероприятия в посёлке Заветном продолжались до самого вечера. А завершением стало сжигание чучела масленицы, чтобы вместе с ним из жизни ушли все невзгоды. Влада Волошина, Артур Каджанян, Служба информации, телеканала РЕН-ТВ, Армавир.